Как богатейшие люди планеты за день потеряли несколько миллиардов, зачем Елизавете Второй третья рука и сколько каннабиса собрали британские полицейские в пещере? Обо всем этом прямо сейчас. Друзья, по несчастью, гении Кремниевой долины Марк Цукерберг и Илон Маск за день на двоих потеряли 3,5 миллиарда долларов. Состояние владельца Тесла уменьшилось на 1,5 миллиарда из-за того, что в США против него открыли дело по подозрению в мошенничестве. Глава Фейсбука обеднел на 2 миллиарда после крупной кибератаки на соцсеть. Обе новости привели к резкому падению акций компании. В Канаде осы покусали детей во время забега. Инцидент случился на днях в канадском городе Камлумпс в Британской Колумбии. Один из учеников начальной школы наступил на осиное гнездо. Пострадали 135 учеников. На место прибыли скорая, пожарные и спасатели. Несколько детей пришлось отправить в больницу. Лабиринты Дурмана. В Британии полиция обнаружила пещеру с коноплей. Подземная плантация располагалась возле города Брандфорд-он-Эйвон в графстве Уилтшир. Задержаны двое предполагаемых наркоторговцев. Внутри правоохранители обнаружили запасы марихуаны на миллион фунтов. Исследование пещеры продолжается. Итальянский ученый создал 3D принтер, на котором можно напечатать вегетарианские стейки. По структуре и консистенции они похожи на настоящее мясо. Продукт состоит из протеинного порошка, полученного из риса или гороха и компонентов морских водорослей. В Южно-Африканской республике обнаружили новый вид динозавра. Окаменелости, возраст которых 200 миллионов лет, нашли в провинции Фри-Стейт. Это была взрослая особь внушительных размеров всего около 12 тонн. Динозавр перемещался на четырех лапах, хотя большинство его сородичей из этой же группы передвигались на двух ногах. Третья рука для королевы. Британские таблоиды пишут, что у Елизаветы II есть специальное приспособление, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики, так как будто машет ладонью. Это перчатка на деревянном рычаге, который Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты.